Выполнить просят не так уж много. Назначить льготы и повысить зарплату хотя бы до среднего уровня по региону. Тысячи жителей Прибайкалия, занятые на гражданских должностях в вооруженных силах, для отстаивания своих интересов проведут митинг с обращением к президенту России. Гражданский персонал составляет 40% от всего состава армии. Это работники обеспечения, сотрудники вещевых, продовольственных, финансовых и медицинских подразделений. К ним же относятся и служащие военных комиссариатов. Средняя зарплата работников этих сфер в Иркутской области составляет 19 тысяч рублей в месяц. Помимо низкого жалования, людей не устраивает то, что далеко не все получают денежные выплаты в соответствии с майскими указами президента. Кроме того, статус гражданского служащего в вооруженных силах России юридически нигде не закреплен. А это означает отсутствие льгот. В связи с этим, около 400 человек собираются выступить на митинге, который состоится 22 февраля в Иркутске на площади у здания цирка. У военнослужащих же прописано, что у них и ограничения есть, обязанности определенные, и при этом они то-то, то-то, то-то такие-то льготы. То есть у нас гражданский персонал тоже говорит, что а кто мы тогда такие? То есть получается мы никуда не попадаем, то есть льгот нет, работаем с такой низкой заработной платой, текучка такая большая, много вакантных даже должностей, а задачи-то никто не снимает. То есть задачи, которые стоят перед лунинскими частями, учреждениями, никто не снимает. То есть получается еще больше нагрузка ложится на всех оставшихся. Но проблемы с зарплатами, а точнее их невыплатой, жалуются и другие жители Прибайкалья. Так своих денег все еще ждет 101 работник фирмы предприятий региона. Такую статистику приводит Иркутскстат. При этом с 90-х годов прошлого столетия размер задолженности по зарплатам сильно сократился, а на сегодняшний день в Иркутской области она составляет чуть более 8 миллионов рублей.